Я говорил, что в Волгограде перестают уважать после этого. Андрюх, можно тебе? Ребят, я в джиу-джитсу не так давно, поэтому моя борьба заточена на проход гарда в основном. И зачастую очень тяжело соперника законтролировать после прохода, и он сразу уходит в черепаху. Вот мы зашли, и он уходит в черепаху. Очень большой риск на соревнованиях, когда мы спину забираем, потерять позицию. Ну и вообще люди привыкли, что зачастую удушение со спины связано с тем, чтобы мы заправили ноги. Я постарался убрать риск и пытаться душить только руками отсюда. Вот здесь несколько вариантов, когда мы заправляем руку сюда глубоко, примерно вот таким образом. Соперник отвлекается, он думает, что я буду пытаться спину забрать, и поджимает вот эту руку вот сюда. Или вот эту мою руку прихватывает. Я просто руку глубже заправляю вот сюда, чтобы она дошла именно до локтевого сгиба, вот здесь. И просто накидываю на вторую руку вот сюда. И вот эту руку сразу лепестком закручиваю сюда и поджимаю головой. Для чего поджимаю головой? Чтобы, скажем так, моя голова заменяет мои ноги при удушении. Еще раз. Вот здесь я запускаю руку, как можно глубже накидываю здесь и лепестком сразу заправляю. Здесь прижимаю головой и свой таз переворачиваю, перекидываю точнее на другую сторону. Вот сюда. И ноги мне здесь для удушки уже не нужны, я просто сдавливаю руками. Еще раз. Вот я, к примеру, проходил гард, да? Он уходит сразу. Я заправляю руку вот сюда. Накидываю здесь, лепестком поворачиваю сюда и обязательно поджимаю головой. Потому что если я головой не подожму, он будет стараться упасть на вот это плечо и провернуться на меня. Я поджимаю захват головой. Очень важно здесь руку тоже повернуть. Вот так вот руку он тоже может вот этой рукой снимать отсюда. Ее будет тяжело удержать. Закинули, перекидываем таз на другую сторону. Сжимаем руки и сжимаем головой. Это первый вариант. Второй вариант тоже очень похож, поэтому несколько вариантов покажу. Это когда мы заправляем руку и он не дает мне вот здесь, да? Закинуть ее, он защищается. Что я делаю? Я свожу руки вот здесь и перепрыгиваю на другую сторону. Это называется бульдог челк, насколько я помню. Мы перекидываем сюда и таз смещаем вперед. Вот таким образом. Обратите внимание, почему бульдог челк? Потому что моя рука, как будто и мое туловище, представляет ошейник у него на шее. И я просто ее сдавливаю. Еще раз. Мы закидываем. Он не дает мне закинуть удушку. Я перекидываю и обязательно тазом выползаю вперед. Вот сюда. И сжимаю руки и сдавливаю. Еще раз. Вот здесь я начинаю руку заправлять. Он чувствует опасность, не дает мне. Я вот тут руки креплю и перепрыгиваю тазом на другую сторону. Коленом выезжаю вперед, чтобы именно только моя рука попадала ему на шею. Сжимаю руки и забегаю вперед. И последнее. Если соперник чувствует, как только я начинаю заправлять руку сюда, опасность и не дает мне этого сделать на эти две удушки, что я обычно делаю? Я соединяю руки в замок вот здесь. И пытаюсь свое плечо положить ему на затылок. Как можно больше. Вот сюда. И резким рывком падаю на спину. Обратите внимание на мою руку. Она сразу оказывается там, где мне нужно. Я заползаю и отсюда закрываю. Еще раз. Я начинаю засовывать руку. Он сразу поджимает, не дает мне перейти на два моих захвата. Я закрываю руки у него подмышкой. Вот здесь. И свое плечо. Захват понижаю ему на грудь. И свое плечо кладу ему на голову. Вот сюда. И резко толкаюсь и падаю на спину. И переворачиваю плечо. Продолжаю давить на голову. И захват должен быть максимально крепкий к его груди. Вот здесь. Как только он начинает хватать мои руки, я сразу заправляю. И моя задача точно так же успеть перекинуть просто руку вот сюда, на голову. И все. Здесь ему будет, во-первых, очень тяжело мою руку достать. Во-вторых, я сразу сжимаю головой и руками. Ребят, какой-то из этих трех вариантов еще надо повторить? Окей. Без объяснений или с объяснением? Ничего. Вот у нас черепаха. Он пропускает, что я заправляю руку очень глубоко. Вот здесь. Накидываю свою ладонь на локтевой сгиб. И сразу разворачиваю ее тыльной стороной. Вот здесь. Прижимаю головой. Можно попробовать и здесь задушить, но вам в этой ситуации не сложно просто уже с крепким захватом перепрыгивать на другую сторону. Вот сюда. Даже если он будет хватать мои ноги, нет, ничего, уже я просто сдавливаю. Это первый вариант. Второй вариант – бульдог. Когда он мне не дает просунуть руку и вот здесь схватиться, я креплю руки вот здесь и точно так же перепрыгиваю на другую сторону. И вот это колено заезжает вперед. Я прям соскальзываю с него. Обратите внимание, его шея под моей подмышкой оказывается. Я просто хватаю руки и забегаю вперед. И третий вариант. Когда мой соперник чувствует, что я руку пытаюсь глубоко засунуть и не дает мне вот здесь особо никакого пространства. Я понижаю захват ему на грудь, вот сюда, и свое плечо закидываю ему как можно выше на затылок, вот здесь. Если смотрели бои Юсупа Саадулаева в NFC, он очень часто таким переворотом людей душил вот именно со спины, бесконтрольно, без ног. Закинули плечо ему на шею. Руки максимально близко к его груди, руки напряжены, корпус напряжен, плечо лежит у него на затылке. Кувырок! Сразу, видите, я поворачиваю кисть. Он, скорее всего, будет мою руку вот эту пытаться схватить. Вы ее прям под себя убираете вниз и закрываете тазом к нему, головой сжимаете, надавливаете. Вопросы? Давайте попробуем, все приемы похожи, поэтому не думаю, что три техники будет много. Поехали! Ребята, я от себя добавлю, что я тоже начал делать, как Дима, хватать рукой за лицо, когда люди уходят в черепаху. Я, правда, назову ее еблодавка. Мне очень нравится, люди стучат, это грубо-мерзко. Поэтому я рекомендую отработать, посмотреть. Техника, правда, классная, особенно если вам немножко природа силы дала. Вот! Когда ты ноги справляешься спиной, если ты вот таким образом справляешься за голову, ее очень тяжело доставать, потому что ты головой ее сжимаешь. И я, правда, не знаю. я вас праздник когда брауна учится у курку Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok